С вами новость Анапы в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня в нашем выпуске. Смена это как раз то место, именно место, с которого может начаться первый шаг. Умный отдых. Всероссийский детский центр «Смена» отметил свой день рождения. Все эти дети будут задействованы в общелагерных мероприятиях по полной программе. Добро пожаловать в страну Виталию. Юные спортсмены из Донецкой Народной Республики приехали на отдых в Анапу. На этой неделе завершилось общероссийское рейтинговое голосование по выбору территорий, которые будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Анапчане оказались одними из самых активных, войдя в ТОП-10 в рейтинге региона. И, кстати, победил в голосовании проект парка в поселке Виноградно. Формирование комфортной городской среды сегодня обсудили на краевом заседании Межведомственной комиссии. Провел его губернатор Кубани. В совещании принял участие и мэр Анапы Василий Швец. Все подробности в нашем сюжете. «Жилье и городская среда» – национальный проект, разработанный Министерством строительства России в 2018 году. Его цель – обеспечение доступным жильем российских семей, увеличение объема строительства, а также повышение комфортной городской среды. За пять лет на Кубани благоустроили более 1200 скверов и парков. Вскоре специалисты приступят к реализации новых проектов. На этой неделе завершилось общероссийское рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в следующем году. Свой выбор сделали порядка 700 тысяч жителей Кубани. Я благодарен всем жителям, которые на самом деле активны, которые неравнодушны, приняли участие в голосовании. Это те люди, которые на самом деле хотят изменить свои населенные пункты с точки зрения качества жизни. И определили те парки, скверы, те территории, которые в следующем году мы будем благоустраивать для людей, для тех, кто там живет. Вот вам огромное спасибо за ваше неравнодушие. Одними из самых активных в рейтинговом голосовании стали анапчане. Курорт вошел в топ-10 по региону, а на победу претендовали проекты парков в Виноградном, Юровке, Джигинке и Хуторе Красном. Из более чем 30 тысяч проголосовавших половина сделали свой выбор в пользу Виноградного. Так, в следующем году зону отдыха реконструируют. Будут обустроены прогулочные дорожки, детский скалодром, игровая площадка, высажены молодые деревья и кустарники. Кроме того, в парке планируется создать павильон с экспозицией, рассказывающей об истории поселка. Никита Бойко и Ксения Сипко, Анапа-регион. Накануне Всероссийский детский центр смены отметил свой день рождения. Сейчас-то одна из крупнейших здравниц страны. Развлечения в смене совмещают с освоением новых профессий, а парк будущего насчитывает более 80 образовательных программ. Что такое умный отдых, узнала наша съемочная группа. 37 лет назад на берегу Черного моря в Суко был разбит палаточный лагерь, где на летние каникулы собралась небольшая группа ребят. 40 мальчишек и девчонок. Именно они стали первыми сменовцами. С каждым годом лагерь продолжал расти. Теперь это не просто кубанская здравница, а Всероссийский детский центр с уникальными программами умного отдыха. Ежегодно современная смена принимает порядка 14 тысяч ребят со всей России. Приятные отдыхы моря совмещают с полезным освоением новых профессий. Это вообще моя последняя детская смена. Мне скоро 18, и я планирую тут все-таки побыть еще ребенком, повеселиться с друзьями. Но и также подготовка ко взрослой жизни. То есть это и навыки, и проектная деятельность. Опять же, это все совместимо, и это очень здорово. Каждый раз, когда я приезжаю в смену, я узнаю что-то новенькое. В этом году мне стало очень интересно о такой организации, как Артсмена. И я приехала именно по этому направлению, чтобы раскрыть все свои таланты, узнать много нового и найти себе хороших друзей, которые будут общаться и после лагеря. В День защиты детей Всероссийский центр отметил свой день рождения – 37 лет. С этим праздником ребят поздравили гости – полномочный представитель президента Российской Федерации Владимир Устинов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и мэр Анапы Василий Швец. Сейчас в парке будущего существует около 80 образовательных программ – арт-лабораторий, секции для юных робототехников, детская киношкола, Олимпийская академия и многие другие. Уверен, смена всегда будет в сердцах ребят ярким воспоминанием детства. А любимый многими поколениями детский центр продолжит объединять детей, вдохновляя на добрые дела и честные поступки. Желаю вам ставить перед собой смелые цели и достигать самых высоких результатов. Попасть в смену не так-то просто. Здесь проводят свои каникулы самые талантливые и активные ребята со всей страны – отличники учебы, победители Олимпиад, спортсмены, одаренные художники и музыканты. Одним словом – будущее России. Я очень хочу стать учителем начальных классов. Я очень люблю детей. Я сюда приехал, чтобы развивать общие навыки, связанные с арт-блоком, то есть рисование, пение, танцы и так далее. Несмотря на юный возраст, волнуют их взрослые вопросы. Например, как будет развиваться молодежное движение в стране, какие проекты и инициативы востребованы на Кубани, как стать успешным в профессии и раскрыть свой потенциал. Мой совет – как можно меньше сидите в интернете, а больше читайте. Вот книга – это великолепная вещь. И не книга, которая в интернете, в вашем телефоне. Нет. А книга обыкновенная. Вот вы ее, если полюбите, вы будете с ней всю жизнь. И она вас очень многому научит. Сегодня это немодное занятие. Но я еще раз повторяю, в книгах есть все ответы на ваши жизненные вопросы. И не бойтесь читать их. Это очень познавательно. И я вас еще раз призываю, идите, читайте, еще раз читайте. Вам нужно определиться с выбором. Вот что сегодня вам нужно сделать. Вам нужно в жизни определить приоритет из всех вариантов, по которым вы будете двигаться по жизни уже. Но это надо сделать до 17 лет. И еще и достигнуть, как я сказал, высоты. А знаете, что хочет человек? И вы сегодня тоже этого хотите. Вы хотите быть востребованными. Смена – это как раз то место, именно место, с которого может начаться первый шаг в вашу жизнь, в ваш большой жизненный успех. А получить необходимые навыки и узнать о востребованных профессиях помогают наставники смены. Именно здесь ребята смогут определиться, куда поступить после школы. Всероссийский центр – это настоящая территория возможностей для юных россиян. Здесь буквально помогают вырастить новую кадровую смену. Но главное – получить незабываемые впечатления, которые ребята увезут с собой в разные уголки страны. Никита Бойко, Ксения Сипко, Антон Чистяков. Анапа. Регион. Сегодня в Анапу приехали дети из Донецкой Народной Республики. Воспитанники спортшколы города Горловки проведут первый месяц лета на нашем курорте – в санатории ВИТО. О том, какую программу подготовили для юных футболистов и их первые впечатления в Анапе – об этом в нашем сюжете. Конечная остановка. Поезд прибывает на перрон вокзала Анапы. Слегка утомленные поездкой юные спортсмены из Донецкой Народной Республики покидают вагоны. Ребята уже встречают сопровождающие. На автобусах их довозят до детского санатория ВИТО. В общей лагерной программе они все будут также адаптированы. Мы уже прообщались. 10 числа у нас будет хорошее большое открытие. Общей лагерной мы открываем лето в стране в Италии. Все эти дети будут задействованы в общей лагерных мероприятиях по полной программе. И также мы со своей стороны окажем полное содействие, чтобы дети в том числе поучаствовали в Спартакеаде. Я надеюсь, что дети, приехавшие к нам, должны выиграть, конечно. И все шансы на победу у них есть. Ведь, по сути, это детская сборная по футболу Донецкой Республики. Лучшие воспитанники Горловской спортшколы. В этот раз удалось вывести 31 ребенка. Дети, конечно, хоть зарядятся, получат эмоции после всего, что там происходит. Доехали хорошо, спасибо. Как говорят, может быть, сложились звезды. По той информации, что мы потом имели, происходили обстрелы. По городу, по близлежащим поселкам. Ну, обстановка, скажем так, военная. Знакомство с вожатыми и размещение ребят в комнатах. Они оборудованы всем необходимым. Каждая рассчитана на 4 человека. Мне в Анапе нравится. Комнаты тоже уютные. Море вот рядом. Может, пойдем скоро. Когда заехали в санаторий, очень хорошо встретили. Мне понравилось. Комната уютная. Море рядом. Все как дома, только не стреляют. Впереди их ждет большая развлекательная и образовательная программа. Время расписано по минутам. Подъем в 8 утра. Отбой в 22.30. Опытные воспитатели санатория обещают – скучать не придется. Мы планируем, если честно, погрузить ребят в такую обстановку, чтобы они забыли и были погружены полностью в нашу страну Виталия. И их лето было насыщенным и ярким. В течение дня будут проводиться музыкальные часы, танцевальные часы, игр-часы. Также мы рады, что ребята приехали именно к нам, потому что в Вите, а именно в Авроре, много спортивных площадок, а ребята приехали спортотрядом. Оздоровительные процедуры, бассейны под открытым небом, стадион и футбольные поля – все это будет в распоряжении ребят. Но первым делом – завтрак. Юным спортсменам необходимо поддерживать хорошую физическую форму. В санатории Вита – пятиразовое питание. Готовят они вкусно, но почти как мама и бабушка. И, кстати, хочу им передать привет большой. Планируется, что в санатории Вита ребята проведут 28 дней. С начала года на Кубани уже отдохнули 227 детей из ДНР. 67 из них сейчас находятся в соседней здравнице Жемчужина. Это также воспитанники спортшкол Донецкой Народной Республики, которые занимаются самбо, гимнастикой, боксом и борьбой. Сергей Корабельников, Михаил Попов. Анапа. Регион. В Анапе стартовала акция «Море летних скидок» на бытовую технику и электронику. Снижение цены может достигать 30%. В магазине «Поиск» прошел ребрендинг, расширился ассортимент, работает служба доставки. Удобство обслуживания оценила и наша съемочная группа. Магазин «Поиск» подготовил для покупателей акцию «Море летних скидок», сменил интерьер и адрес. Теперь обновленная площадка располагается на улице Чехова, дом 60. Полностью поменяли наш интерьер, расширили ассортимент для наших покупателей, но все же что-то осталось и прежним. Бонусная система тоже самая для наших клиентов осталась той же, то есть можно делать за бонусы, которые получали ранее, себе скидки. Также сейчас у нас больше акций, спецпредложений и сейчас до 13-го числа у нас идет промокод «Море», где до 30% вы можете сделать себе скидку на любой товар, который есть в нашем магазине. Анапчане и гости курорта уже успели оценить и новую торговую площадку, и ценовую политику, и работу персонала магазина «Поиск». На всех обращают внимание, предлагают все, консультируют во всем. Здесь большие акции есть, скидки, здесь очень большой выбор, здесь все очень хорошее и качественное. Ассортимент мне понравился, довольно широкий, обслуживание тоже хорошее, продавцы обходительные, довольно компетентные, я бы сказал, на все вопросы смогли ответить, ну и хорошие условия покупки. Среди покупателей есть и оптовые клиенты. Открытие нового магазина удачно совпало с началом летнего сезона. В нашем магазине обычно спрашивают бытовую технику встраиваемую, то есть сейчас начался сезон, начали обустраивать гостиницы, то есть берут оптом очень много. То есть цены оптимальные, доставка быстрая, день в день, пожалуйста, все можно приобрести. В магазине поиск расширен ассортимент бытовой техники и электроники, сохранилась доставка товаров, она работает с 9 утра до 8 вечера. Ознакомиться со всеми плюсами новой торговой площадки можно по адресу. Город Анапа, улица Чехова, 60. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа-регион. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все жеты можно посмотреть на сайте anaparegion.ru И на страницах социальных сетей, в том числе и в Телеграме, если ввести в поиски новости Анапы. А я с вами сегодня прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин